Высшую школу журналистики ждут глобальные перемены. Начало этого года тому подтверждение. Впервые для студентов-журналистов были проведены сразу два параллельных мастер-класса. Медиа образование, оно самое практикоориентированное из всех возможных типов образования, которые существуют у нас в университете. А собственно этой практики, этой практической составляющей не хватает. Уже со следующего года мы переводим баклариат из академического в прикладное. Там соответственно будут сформированы программы обучения уже более корректно с акцентами как раз на практику, на прикладные дисциплины. В этом году пока еще работают старые программы. Мы решили все равно вводить элементы практики через общение, через активное общение с теми людьми, кто состоялся на медиарынке сегодня. Первый мастер-класс провел Руслан Серазидинов, главный редактор журнала «Деловой квартал Казань». Он рассказал про такую важную тему для журналистов, как интервью. О том, как сделать его оригинальным, какие вопросы стоит задать, а какие нет. А также раскрыл многие профессиональные секреты. Неожиданно узнать о том, что нужно два диктофона. В принципе, довольно интересно и неожиданно. При условии, что ты работал как-то по-другому, а тебе говорят, что лучше делать вот так. Это как-то тоже более помогает дальше уже в деятельности. Какие-то интересные моменты были тогда, когда ты понимаешь, что ты уже сам мысленно в своей практической деятельности дошел до того, что тебе сейчас советуют. Это тоже было довольно интересно. Второй мастер-класс провел Данил Гениятов, заместитель генерального директора телекомпании ТНВ. Он прошел на татарском языке для кафедры национальной журналистики. Темой мастер-класса стали реформы на ТНВ и специфика работы двуязычного телеканала. Все зависит от творческих людей, насколько у них фантазия и какой спрос у телезрителей. И в этом отношении двухъязычным каналам работать сложновато, с одной стороны, с другой стороны интереснее. Например, тот же материал мы можем давать и на русском, и на татарском языке. У нас же есть еще люди, татары, которые не понимают татарского, но хотят узнать больше о татарах, о своем народе. Поэтому как раз и программы на русском языке о татарах дают большую плюс. В будущем Высшая школа журналистики и медиакоммуникации ждет новых интересных и именитых гостей. По словам Леонида Толчинского, уже есть более десятка договоренностей с журналистами из Москвы. Всем ученикам одно пожелание всегда. Старайтесь искать учителя во всех людях или во всех ситуациях, которые вам встречаются. На мастер-классах побывали Инна Федотова, Юлия Парышева, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Руслан Урозаев Руслан Урозаев Руслан Урозаев Продолжение следует...